Привет всем любителям физики и физического эксперимента! С вами Андрей Щетников и наш сегодняшний разговор пойдет об одном любопытном сюжете из истории астрономии и астрономических знаний. И я предлагаю посмотреть вам на эту, в общем-то, широко известную гравюру, на которой изображен некий, по-видимому, средневековый паломник, странник, который добрался до конца земли и выглядывает сквозь отверстие в небосводе туда-наружу и разглядывает устройство эмпиреев. И спрашивается, когда эта гравюра была сделана? И многие, посмотрев на нее, говорят, наверное, когда-то еще в средние века. Ну, может быть, где-то позже, в 15-16 веке, говорят специалисты, которые видят технику изготовления. Но оказывается, что этот ответ совсем неправильный. Ничего подобного. Картинка эта появляется впервые в 1888 году, в этом смысле совсем недавно, в книжке известного французского астронома и популяризатора астрономии Камиля Фламариона. И поскольку Фламарион в молодости изучал граверное дело, то, быть может, он является автором не только идеи этой картинки, но и сам приготовил ее своими собственными руками. Отчего же Фламарион изобразил своих любознательных средневековых предшественников таким образом? Я бы сказал об этом так. Сам он был большим энтузиастом, пропагандистом новой астрономии. Той, какой она стала со времен Коперника. Ну и, соответственно, до дней, когда жил он сам до конца 19 века. И, чтобы обрисовать прогресс этой науки, ему надо было сравнить ее с тем, что было раньше, до. И для этого представить средневековые знания, ну вот в таком утрированном виде. А какими были эти знания на самом деле, мы сейчас поговорим специально. А для образованных европейцев средние века стандартом астрономического знания был учебник о мировой сфере, который написал в начале 13 века английский ученый Джон Голливуд. Называл он себя по латыни Иоанн Сакробоско, а если это перевести на русский, получится Иван Святоборский. И в этом учебнике рассказывалось о том, что Земля шар, и о том, какие она имеет размеры, и как обосновать то, что Земля – это сфера. О разных явлениях небесных и земных, о широтах и долготах, о климатах, о затмениях, об обращениях планет и о многом разном другом. Ну, понятно, что отличалась эта картинка от картинки последующей тем, что она была не в Коперниковой системе мира гелиоцентрической, а в той, которую создал Птолемей геоцентрической, когда Земля находится в центре космоса. Ну, и на самом деле даже не Птолемей ее создал, а создали ее еще раньше. Птолемей написал свой альмагест, этот альмагест потом был переведен на арабский язык, а с арабского он был переведен в XII веке на латынь. Ну, и дальше разные другие учебники еще существовали, более простые. И вот Сакробоско передал, изложил, и каждый образованный европеец, получивший университетское образование, все это знал, и никаких заблуждений по поводу того, что Земля плоская, точно не имел. А как же темные века, можете спросить вы? Как же представление о Земле, которая стоит на черепахе, которая на трех китах, или как там наоборот? Ну, да, конечно, жил в VI веке такой купец в Александрии Козьма, который плавал в Индию, потом его называют Козьма Инди-Коплов. Ну, был человек начитанный, много размышлял, но не был астрономом, и считал, что то, что написано в Библии, это и есть правильное описание того, как устроена Земля, а потом эти библейские описания интерпретировал. И вот у него получилась такая Земля квадратная, с четырех сторон райские реки, нам сверху небесный свод. Простые люди, конечно, читали и его описания, монахи читали, но ученые-астрономы, конечно, говорили, ну, всякие фантазии бывают. Плоскоземельщики были и в то далекое время. А теперь мы возвращаемся к Фламариону, и я спрошу, откуда же он взял этого своему паломника на границе Вселенной? И оказывается, что эта картинка отсылает еще к древнегреческому тексту, в котором описываются рассуждения философа Архита Истарента, который жил в пятом веке до нашей эры. А рассуждал Архит так. Окажись я на краю Вселенной, то есть на сфере неподвижных звезд. Мог бы я вытянуть вовне руку или палку, или нет? А допущение, что я не мог бы ее вытянуть, нелепо. Значит, там дальше что-то есть, и это не край Вселенной, и так далее, и так далее. Но видно, что такое сугубо теоретическое философское рассуждение Архита на картинке Флабариона превратилось в историю про средневекового паломника, который палкой эту сферу неподвижных звезд проткнул и посмотрел, что там дальше. Ну и вот мы совершили с вами такой экскурс в историю нашей науки. Пишите ваши комментарии под этим роликом, и спасибо вам за внимание.